Всем привет, наши друзья, наши подписчики! Сегодня такой замечательный день, несмотря на то, что он пасмурный, настроение у нас очень замечательное. Мы заехали с Леной на почту, получили две посылки, одна для Лены, одна для Оксаны. Любимый Василек, Ивановский трикотаж, прислал нам очередные вещи на обзор, с удовольствием вам покажем. И все это вы оцените. Вещи некоторые для мамы, и некоторые для папы, и некоторые даже для Юры. Но так как сегодня мы с Леной вдвоем будем снимать, я покажу все это дело на себе. В съемках мне будут помогать, как всегда, Леночка и Дарья. Сейчас их покажу. Ташенька, так соскучилась по тебе. Ой, Мур, Мур, Дашуля, эксперт моды. Сейчас будем смотреть, что нам прислали с тобой. Немножко линяешь-то. Бабушка наша. Ой, слышите, как мурлыкает? Дошенька. Красавица наша. Давай с этой стороны почешу, давай, давай. Любите чесаться. О, чешется, чешется, давай. Все любят чесаться. Что мужчины любят, чтобы их почесали. Что животные, да? О, хорошо. Даша, она всегда помогает. Она у нас умница-красавица. Видите, она очень любит позировать, любит сниматься. И часто в съемке. Да, идет к нашему, как говорится, пакету. Сейчас вам покажу пакет. Ой, ты красавица. И в съемках мне будет помогать Лена. Она уже сидит в прекрасной такой тунике от любимого Василька. Цвет ей безумно идет. Чем у девчонки такие хорошие. Не, они на самом деле вот такие вещи. Вот кто-то говорит, ой, там все реклама. Мне очень много тоже поступает предложений по рекламе. Очень много. Рекламирую только Василек, потому что очень нравится качество. Ну, давайте посмотрим теперь мой мешочек. Ну, и вот такой вот мешочек мы будем с вами сейчас смотреть. Даша легла пониже, чтобы ей было тоже удобно смотреть. Я на Ленин обзор Лена снимала для своего канала Лена плюс Ваня. Смотрела все это с высоты дивана. Сейчас она поняла, что удобнее будет смотреть все это дело внизу, находясь. Ну, поехали. Так, вот такая у нас будет посылочка. Я сразу скажу, что это подушка. Подушку я давно жду, потому что моя тайская подушка. Ей уже 6 лет, по-моему. И она уже как бы, ну, ничто не вечно под луной, скажем так. Она все нужно периодически менять. Да, она уже такая. И подушки нужно менять, и одеяло нужно менять. Сейчас Лена скажет, я тебе помогу, порежет мне подушку. Да, она же в чехле. Ага. Они же, видишь, очень как удачно делают, что все это в чехле. Угу. Вот, это красота. Ну, сколько у тебя висит. Ну, тут вещи для... Подушку ты тоже лебяжью вот эту вот заказала? Да. Я заказала очень довольна. Потому что... Ну, на ней прям с преливительным удовольствием. И никакие икеевские подушки не сравнятся вот с этими подушками. Ну, давайте. В любом случае, для меня она очень удобная. Давайте рассматривать. Подушка гусиный пух. Сейчас Лена нам поможет ее достать. Ты знаешь, что классно у этой подушки? Во-первых, вот смотри, видишь, она принимает ту же форму. Вот я когда сплю, мне это очень нравится. Ты так вот проваливаешься нежно. И вот уютно прям в голове. Очень-очень уютно и удобно. Это во-первых. А во-вторых, она шурстит вот так вот. Не чувствуешь? Мне вот это вот очень нравится. У меня такое одеяло и такая подушка. И вот этот вот... Хруст. Звук, вот да, он такой шуршание. И прям, ну я не знаю, я от него вот прям кайфую, что тут именно шуршание идет такое. Вот мягко-мягко. В общем, зато утром я, проведя ночь на этой подушке, расскажу, какие мои ощущения. Хочу сказать про подушку. 50 на 70. Смотрите, 100% хлопов. И стоит такая подушка. Сейчас я посмотрю, скажу, сколько. Подушка, да, сейчас скажу. Подушка это... Так, легкость. Легкость 5,5,50 на 70, 1541. Вот за полторы тысячи у меня вот такая вот подушка. Пойдем на твое постельное белье, которое ты постелила, положим подушку и будем отдыхать. А, классно. Да, теперь, значит, самый процесс, чтобы Юра у меня ее не поменял, потому что все подушки потихонечку почему-то переходят к нему. Да, я хочу таких еще тоже парочку заказать. Троечку. Нет, парочку. У меня две есть, еще две, что-то хочу поменять. Так что большое спасибо за такую шикарную подушку. Ой, сегодня буду на ней отдыхать. Ну и поехали дальше, посмотрим, что еще у нас. Хочу сказать, что эта подушка гусиный пух. Я хотела сначала архимедическую себе заказать, но потом подумала, что это будет лучше. В общем, все. Будем сегодня с вами пробовать спать на такой подушке. Давайте посмотрим, что еще нам привезли. И сейчас я вам все это дело покажу. Даша, 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 что такое здесь? Откуда столько здесь мешков? Ой, как нам все пишут? Все у вас одни мешки. Значит, я заказала себе и маме носочки. Носочки длинные, почему-то они пишут медицинский. Твой стиль. Вот такие и такие. Здесь, по-моему, по шесть штук, да? Не знаешь, по сколько? Ну, ты открой и посмотри. Сколько там? Шесть штук там написано. Одна стоит упаковка 156, другая 228. Так. Одни более плотные просто. Двой стиль. Вот эти вот они подороже. Сейчас я вам открою. Причем... Не знаю, где тут надо ножницы. Сматриваю. Вот здесь вот шесть штук носков. Они по 38 рублей, да, получается. Они размер 37-41. Они вот такие вот. Ну, обычные такие носочки длинные, разные. Я взяла с мамой. Маме себе. Они почему-то подороже. А вот эти вообще по 26 рублей. Смотри. Тоже вот такие. Ну, разные. Ну, носков много не бывает. Я так считаю, что... Тоже 37-41 размер. Вот. А они, знаешь, почему считается, медицинские мне написали? Что у них резинка не жесткая и не натирает. Ну, да. Носочков много не бывает. А вниз я скучаю. Так, дальше, значит, что мы еще приобрели? Туника. Я вот маминку показывала, кто смотрел мои видео. И эту туничку. Лена всегда красивая. Она сейчас находится в голубой. Я тоже... Называется она вообще платье лав. Тоже, да, вот смотрите, 52 размер. Слушай, ну вот эта плотная голубая. Очень плотная. Почему-то она менее плотная голубая. А вот коралловая, красная, они прям плотные. Такой трикотаж, как надо. Так, и такая туничка у нас сколько стоит? Костюм, костюм женского водолазка. Сейчас платье, оно считается платьем, не туника. 520 рублей. Сейчас мы с вами ее померяем, посмотрим. Маме уже такую заказала. Мама ходит по дому. Очень довольная. Очень, и я тоже довольна. Лена ходит, очень довольная. Причем вот на линии голубая у тебя, как называется, тоже... А вот у тебя туника великолепная. Вот, наверное, поэтому и качество. Вот у меня тоненькое. Нет, у меня тоже платье, тоже платье. Но она тоненькая. А вот это плотное. Вот почему-то красные эти ткани, они почему-то более плотные. Сейчас мы с вами померим тунику. Так, что это такое? Костюм. Это костюм, который уже заказала для мамы, заказала для Оли. И, наконец-то, его заказала для себя. Костюмчик мне это давно потело. Костюмчик не как. Лапландия называется, костюмчик. Да? Нет, наверное. Нет, костюм женский 1628. Нет, просто костюм женский. Сейчас вам померили. Уже мы его видели. Подожди, а этот с лампасами у тебя? У меня, по-моему, без лампасов. Да, у Лены, у мамы. И теперь будете смотреть у Оксаны. У меня с лампасами, да. А у меня без лампасов. В общем, вот такая лампаса. У тебя с лампасами и по краям, и с одной стороны, и с другой. У тебя немножко другой костюм. И у тебя здесь лапа. У меня, кстати, с добавлением стрейч. А у тебя, по-моему, здесь хлопок как-то, мне кажется, больше. Просто чистый хлопок. Ну, давай начнем мерить, и потом уже будем дальше смотреть. Давай, конечно, посмотрим. Так выглядит этот костюмчик. Мне кажется, маловато рукава, да? Ну, это модель, наверное, такая, скорее всего. Я-то думала, что у меня будет с тигровой лапкой. Нет, а оно, знаешь, у меня без вот этих карманов спереди. У тебя видишь карманы спереди на кофте? Ну, засунь туда руки. Нет, вот, в кофте. И поэтому он немножко отличается, что у нас просто прямой покрой, а здесь вот с такими вот кармашками. Он тоже с капюшончиком. Пришел с капюшоном, со вставками вот с такими вот черными. 1628? Ну, вот для спорта, для дома, для фитнеса. То есть, можно было на размер больше взять или нормально так? Просто, мне кажется, смещает рукава немножко. Здесь модель, мне кажется, эта, не рассчитана на большую грудь. Что тут же тоже нужно учитывать. И что вот вверху вот эти вот просто небольшие складки у тебя вот здесь. Не, у меня просто рукава маленькие. Сам, сам вот как бы материал, он хлопок, да. Он хороший такой, ну, вот сам по себе. Просто нужно учитывать фигуру модели. А брюки вообще идеально. Брюки очень хорошо. Отлично. Нет, или даже просто здесь, знаешь, как рукав, наверное, просто так сделан специально, я так думаю. Нет, вот здесь вот, потому что здесь вот, видишь, непонятно, что вот эти вот, допустим, вставочки сделаны. Может быть, специально тут как-то вот это вот так запланировано. Не знаю. В общем, напишите ваше мнение. Пусть зрители напишут. Да, что и как. Ну, а мы поехали дальше. Так, туничка. Да, туничка, платье, это тоже чисто по дому ходить. Ну, не знаю, может быть, и по отелю тоже. Ну, некоторые могут и по отелю. Не, ну, она короткая. Нет, она коротенькая, но для дому вообще отлично. Если по отелю, там, с лосинами с какими-нибудь, то тоже можно. Встала и пошла. Да, встала и пошла. 520 рублей стоит. Ну, она такая плотная. Ну, вот я говорю, у нее, вот у этих туник огромный плюс, что они очень-очень плотные. И они скрывают все, там, допустим, какие-то недостатки, либо еще что-то. И материал, качество материала очень-очень приятное. Да. Ну, красота. Я сейчас хочу вам, знаете, что показать? А, ты тоже клеточку. Нет, я его себе купила. Я, кстати, многие спрашивали, я купила себе 52 размер. Но для мамы, я сейчас еще раз вам его померю, я заказала 54. Она попросила побольше. Отлично стирается, не садится. Я в нем прям вообще по дому хожу. Юра даже, как ты говоришь, мужья не замечает, в чем ты одет. Юра сказала, какие у тебя красивые штаны. Да, ну, мне тоже вот клетка, потому что она яркая, красная такая клетка. Я купила, да, вот таких два костюма. Один короткий, и маме по дому ходить. И один длинный. Ну, какая разница, кто вам померит. Померю его, я вам покажу. Давай. Всегда, когда Оксане, мы с ней по WhatsApp, мы с ней не расстаемся никогда. По WhatsApp постоянно разговариваем. Разговариваем, да. И вот она лежит все время в этом костюме. Ну, там, соответственно, ходишь, делаешь что-то тоже. И я вижу, и я все время говорю, какой костюм. И почему я себе опять его не заказала? Ну, я хочу сказать, вот мама попросила 54. Я думаю, все-таки он большеват 54. Нет, он свободно, хорошо смотрится, красиво. Этот костюм недорогой, еще раз скажу, потому что я его вообще ношу с удовольствием. Стоит 662 рубля. Брючки такие, вообще классные. Ну, да, да, он видно, что он мягкий, хлопок, отличный. Брюки красиво смотрятся, очень. И такой же я маме заказала, точно такой же, но с короткими шортиками. Ну, что вы там скажете, зверюшки нарисованы. Ну, ты дома ходишь, тебя же никто не видит. Мне кажется, девочки-девочки остаются в любом возрасте. Вот такие шортики, смотрите, точно такие. Кстати, кстати, шортики у меня тоже вчера. Я надевала костюм от Василька с шортиками. И у меня Андрей такой, о, ты в шортиках? А я в шортиках. И вот такой, сейчас второй костюмочек вам померяем. Ну, вообще класс, да? Очень хороший. Вот, мамуля, тебе мама сегодня к нам, у нас она сегодня пошла. Ну, передадим, сейчас как раз зайдем. Поэтому сегодня без нее. Давай следующий. Такая вся красотка. Да. И вот такой костюмчик, да, может быть, некоторые напишут, что шорты коротковаты. По дому ходить самое одно. Вот такая футболочка. Ну, и что, мама? Когда жарко, да. Да, мама до сих пор соблазняет нашего папу. Поэтому, поэтому такой, наверное, самый раз. Причем спасибо Васильку большое-большое за то, что у нас теперь домашних костюмов разные. То есть сегодня ты в одном, завтра ты в другом, послезавтра ты в третьем. Это же здорово, когда есть возможность поменять. Да, на любой случай жизни. Очень много у меня в моем большом шкафу целое такое большое отделение, выделено под любимый Василек. И еще там есть место. То есть можно сейчас складывать. Скоро будем это коллекционировать. Коллекция, коллекция от Василька. Мне кажется, очень здорово, да, вот тоже такое вот. Да, хорошее. Шортики такие. Так, смотрим дальше. Дальше. Значит, я вам объяснила, что вот это и это для мамы. Вот такой вот я фанат домашних костюмов. Вот я на больших платьях любит ходить. Я люблю больше в костюмах ходить. И я себе еще вот такая новинка. Выпустили такой костюм. Женский называется «Зайчик». Зайчик, стоит он 707 рублей. Вот такой зайчик оденет зайчиком. Ну, давай. И вот смотрите тоже, смотрите, какие оригинальные цели. Клечатые брючки. А приятное качество какое. Давайте я вам сейчас одену, и вы посмотрите на зайчика. Давай. И вот, смотрите, я для вас одела для вас для себя костюм «Зайчик». Здесь что-то у меня... А, здесь карман. А его расшить что-то? А, нет, это просто обманка. А здесь почему-то такое. Нет, там расшить надо его. Там они зашивают карман. В общем, вот такой вот зайчик по дому ходит. Я люблю просто. Как он приятный. Смотри, как здесь... Клеточку, да. Цвет, цвет мне нравится. Сиреневый, нежный. Любимый лак для моих ногтей. Ага. Сейчас надо будет идти ногти делать сиреневый цвет. А время как летит? Только-только делали ногти недавно. Все уже. Месяц прошел. Как вообще деньги? Да, незаметно. Время вообще... Раз-раз в месяц. Вы представляете, что у нас уже сегодня какое число? 27 января. И у нас уже февраль. В феврале это день рождения мамы. И все, и весна. День рождения Ванечки. И весна, март месяц. Так, а сколько стоит этот костюм? 707 рублей. 707 рублей. Аж лично. Смотрите, как вам Оксана в образе такого зайчика. Зайчика. Так, а что тебе еще там такое прислали? Еще я хочу сказать. Смотрите. У меня... Я заказала брюки мужские. Называется Агент. Одни темно-синие, другие черные. Но они такое ощущение, что абсолютно одинаковые. Одни для папы, одни для Юры. Юра вам дома померить, я вставлю. Папины я померю на себя. Сейчас посмотрим. А я мужских таких не видела. Мне Андрею тоже такие заказать надо. Курции для Андрея, джинсы для Юры. Да, это вот для папы. Цвет темно-синий. Стоят они, кстати, 728 рублей. Смотри. Ага, хорошо. Прям вообще отлично. Ну и качество такое плотное. Этот хлопок, трикотаж. Я просто не знаю, как по росту им всем будет. Ну, на Юре посмотрим. Ну, мне кажется, рост не маловат. А рост, там же написан должен быть рост. А, на самих? Не на самих, а в описании. Не, написано просто брюки мужские. Ну, вот моему как раз он метр семьдесят. Ему отлично будет. Ну, посмотрим сегодня, как Юрий, посмотрим, как папе будет. В общем, такие вот, да? Ну, вообще зачетные. Очень хорошо. Вот это темно-синий, а вот это черный. Но они практически не отличаются. Сколько такие стоят? И еще раз повторяю, 728 рублей. И мне кажется, что другой цвет водолазки был. Хлопок 100%. Трикотажное изделие. Ну, хочется иногда водолазочку одеть. Сейчас я скажу, что это за водолазочка такая. Женская водолазка 480 рублей. Сейчас я вам ее померю. Ну, плотная, плотный состав. Очень плотная, очень. Я хотела немножко не такой цвет. Ну, под кофт иногда пододеваешь. А иногда, ты знаешь, не соответствует. Вот это зеленое. Давайте я вам померю ее, чтобы посмотрели. Родолазочка. Ну, может быть, цвет немножко, но она такая толстая. Оксана, ну, цвет, кстати, приятный. Ну, он мятый называется, да, цвет? Ну, приятный цвет. Она так, вот, знаешь, ты ее когда достала, она как зелененькая такая. А так она приятная. Ну, она очень, очень плотная. Очень. 480 рублей стоит вот такая водолазка. Как раз сейчас на такую погоду. Ну, да, допустим, раз подделал. Вот кто любит, допустим, вот мне горло не смущает. Некоторые не носят, вот некоторые давят. Я люблю с горлом. И я люблю. Так что вот напишите, как вам папины трико. Оно, кстати, может быть, мне кажется, как женским, так и мужским. Мне кажется, слушай, они вообще как-то. Они вообще хорошо для женщины. Слушай, пожалуй, мы с мамой оставим себе. Да. И Юрий, и папе не достанется. В спортивных этих брюк мало не бывает. Все, друзья. Вот так вот для вас я сегодня сняла видео с примеркой одежды от любимого Василька. Это Ивановский трикотаж. Внизу под описанием будут все ссылки. Сайт есть в Инстаграме. У Лены на канале. Она замечательный комплект белья. Я сегодня показала постельного с хорошим качеством. В общем, я очень рада, если мое видео было вам полезно. Пишите свои комментарии. Понравилось, не понравилось. Идет мне, не идет. С удовольствием почитаю их все комментарии. Ну, по возможности, кому-то отвечаю, кому-то нет. Как успеваю. Ну, а вам, как всегда, большое спасибо за то, что были с нами. За то, что смотрели это видео. Ну, еще я, конечно, как и обещала, вставлю вам видео, как Юра меряет этот рекон. Как оно ему подошло, не подошло. Но это мы уже с вами все увидим. Все. Вас люблю. Целую. До новых встреч. Пока-пока, мои дорогие. Так, вот я принесла Юре спортивные штаны, как обещала. Тоже размер 52. Сейчас посмотрим, как ему все это дело подойдет. Юра, иди сюда. Так, ребята, привет. Давай. Что вот это? Это трико, которое я тебе обещала. Померь, пожалуйста, я сейчас посмотрю. По ростовке как. Ну, давай попробуем. Давай. Посмотри состав какой-то. Сто процентов. Штаны, да? Да, это штаны тебе. Вот я по росту. Они с замочками, все. Но единственное, мне кажется, что все-таки будет маловато. Ну, длина. Давай посмотрим, мерить. Давай попробуем. Да нет, нормальный. Турецкий вариант, видишь, как я нынешься. Потому что вот тут у меня резинки внизу. Это... В общем, вот такая цифра 86. Что это значит? Посмотри на замочках. Да, это очень хорошо выигрышно, что можно что-то положить, не выскочит из кармана. Ну, в принципе, хорошо, да? Ну, да. Ладно, давай. До всего здоровья. Хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!